Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Миссия борцов за свободу Западной Армении продолжается. Республика Армения отвечает День Конституции. Президент Республики Западной Армении совместно с фондом ВПП проведет большую выставку во Франции. Случаи убийства женщин в Турции вызывают тревогу. Отель, созданный армянским архитектором в изгнании Месропяном, является одним из лучших в США. Опасность засухи и продовольственного кризиса в Западной Армении близка. Левон Арунян выиграл азиатский турнир по быстрым шахматам Gold Money. 4 июля несколько борцов за свободу Западной Армении во главе с президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном поднялись на гору Арагац. Склон был крутым, но борцы за свободу преодолели препятствия и достигли вершины. Во главе с президентом Арменаком Абрамяном группа достигла южной вершины, где 12 лет назад установила памятные камни командиру Леониду Асгалдяну и борцу за свободу Мануку Саакяну. Напомним, в 2018 году эти памятники подверглись варварству. Был поврежден памятник Мануку Саакяну, а разрушенный памятник полководцу Леониду Асгалдяну полностью преобразован группой молодых людей, целью которых было сохранить его память. Более 10 лет назад на вершине Арагаца были установлены памятные камни командиру Леониду Асгалдяну и его боевому брату Мануку Саакяну. С тех пор на вершине Арагаца был воздвинут для других памятников память о других борцах за свободу погибших на поле боя. Президент Арменак Абрамян еще раз отметил, что памятник больше не на своем месте. Путь прокляты преступники, разрушающие памятные камни нашим освободительным командирам на земле Армении. Наш ответ будет соразмерным. 1991 год. С восстановлением независимости Республики Армения принятие новой национальной конституции стало неизбежным. Конституция была принята в 1995 году путем референдума 5 июля с последующими референдумами в 2005 и 2015 годах с изменениями. После принятия Конституции 5 июля стал государственным праздником Днем Конституции. Конституция Республики Армения – основа правовой системы Армении, главный закон страны которому должны соответствовать все другие законы и правовые акты. Конституция закрепила характер Республики Армения как суверенного демократического правового и социального государства, прогласила основные права и свободы человека и гражданина и установила форму правления республики, основанную на принципе разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Президент Республики Западная Армения вместе с заместителем директора фонда ВФА Рафи Кортущаном запланировали выставку, посвященную культурному геноциду в нескольких городах Франции, демонстрирующего культурные ценности Западной Армении, конфискованные Турцией, хачкары, церкви и т.д. Выбранный баннерный формат шоу является новшеством в своем роде и дает возможность передать больше знаний. Там же демонстрируются фильмы о хачкарах Джуги, которые показывают, как преступные государства уничтожают армянское культурное наследие. И Западная Армения, и Арцах представлены на выставке, демонстрируя жестокую политику Азербайджана и Турции, предупреждая о надвигающейся опасности. Первая выставка состоится 30 сентября в Антиби, Франция и продолжится в Лионе, Марселе и других городах. Согласно юнскому отчету платформы Stop Killing Woman, 18 женщин были убиты в Турции, включая Западную Армению. И 20 женщин умерли при продозрительных обстоятельствах. Согласно отчету, 10 из 18 женщин были убиты своими мужьями. Причина смерти 12 из 18 убитых женщин неизвестна. Четверо были убиты по таким причинам, как развод, отказ примириться, отказ от брака и два были убиты по экономическим причинам. 50% убитых женщин были убиты в собственных домах. Журнал American House Beautiful составил подборку самых значимых отелей мира, способных удивить не только обычных людей, но и вдохновить профессионалов, архитекторов и дизайнеров. Многие страны снова становятся доступными благодаря снятию эпидемических ограничений, и это идеальное время для путешествий. Если вы планируете забронировать отель на время отпуска, обязательно выберите вариант, который удивит вас не только своим удобством, но и дизайном, писала газета. В список вошли интерьеры, которых создавали величайшие архитекторы и дизайнеры века. Одна из таких гостиниц – St. Regis, Вашингтон, ранее известный как The Carlton Hotel. Его спроектировал армянский архитектор Мегриан Нойс Ропиан, переехавший в США 95 лет назад. Также следует отметить, что отель расположен всего в двух кварталах от Белого дома по адресу 923 Black Lives Matter Plaza. По данным главного управления метеорологии, наибольшее уменьшение количества осадков в мае по сравнению с нормой произошло в юго-восточном регионе Западной Армении и составило 83,3%. В результате засухий дисбаланс спроса и предложения на рынке в ближайшее время негативно откажется на потребителей. Предсказуемость становится невозможной, а цены на сельхозяйственную продукцию нестабильны. Поэтому производителей нужно поддерживать. Ожидается, что из-за засухи в этом году будет потеяно 70% производства мёда и пчеловодства. В высокогорьях центральной, южной и восточной частей страны высохли почти все акватории, которые являются лишь спасательным кругом для многих живых существ. Например, озело Куру-Толи-Берви у подножия горы Хазар-Папа в Харпуте также пересыхает. Левон Аронян стал победителем азиатских быстрых онлайн-шахмат «Голдмани». Во второй день финала армянский гроссмейстер оказался сильнее россиянина Владислава Артемьева. Аронян выиграл первую и вторую секции, в результате чего необходимость проведения следующих двух секций отпала. В первый день финала Левон Аронян получил преимущество со счётом 2,5-1,5. Напомним, что в полуфинале Левон Аронян в тайбрейке обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсона. В предварительном раунде турнира армянский гроссмейстер набал 10,5 балла из 15 и вышел в плей-офф первым. В четверть финала он оказался сильнее индийца Арджуна Иригаиси. «Голдмани» – «Эйжен Рапид» – это седьмой тур шахматного тура чемпионов Meltwater Champions, организованный Магнусом Карлсоном. Западная Армения поздравляет армянского шахматиста и желает ему новых побед. Тали для вас вокальный ансамбль «Наирян» «Мышок Гораны». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телевидения Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.